В эти выходные Чувашия приняла очередную группу украинских беженцев. Из лагеря для переселенцев их в Чебоксары доставил спецборд МЧС. Оперативные группы для встречи беженцев в Чебоксарском аэропорту были сформированы заранее. В них вошли представители миграционной службы, медики и психологи. Спасатели сопровождали переселенцев во время перелета из Симферополя. Тем, в чьей памяти еще свежи воспоминания о частых выстрелах и минометных ударах могла понадобиться любая помощь. Из юго-восточных регионов Украины в Чувашию переехали 112 человек. Среди них более 30 детей. Уезжать из дома многим пришлось наспех. Собой они забрали только самое необходимое – документы и одежду. Уже в аэропорту им предоставляют горячее питание и воду. Перед сотрудниками главного управления МЧС России по Чувашской республике стояла задача обеспечения пожарной безопасности, в том числе оказания помощи гражданам, перевозке, размещении. И все эти задачи мы будем решать. Тем временем в республике беженцам активно собирают гуманитарную помощь. Постельное белье, посуды, игрушки кто-то отдает переселенцам, даже мобильные телефоны. Пассажиры этого спецрейса временно будут проживать в одной из столичных гостиниц в реабилитационном центре. Вопросы их расселения контролируют на самом высоком уровне. Об этом говорили и участники утреннего совещания в Доме правительства. «Хотелось бы отметить, что в этот раз у нас тоже есть дети до года, это двое детей до года. Вопросы с их питанием и с размещением, включая молочные смеси и детские кроватки, мы решили. Сегодня у нас работают врачебно-сестринские бригады для того, чтобы изучить все медицинские документы и спланировать лечебно-диагностические мероприятия». Пострадавших от войны готовы приютить у себя и обычные жители. Беженцам помогают и трудоустроятся. Многие рассчитывают остаться в республике надолго. «У нас более 800 работодателей, которые предоставляют рабочие места с предоставлением жилья. Это тоже тот вариант, который необходимо использовать в полном объеме, потому что трудоспособные граждане, они все-таки все должны работать. По программе переселения соотечественников тоже часть из них пойдет. В настоящее время рассматривается увеличение квоты на 200 единиц». В ближайшее время из лагерей для беженцев в Чувашию переедут еще 600 человек. Многие приезжают сюда самостоятельно, к родственникам и знакомым. Надолго ли? Вопрос остается открытым. Медверь Ковалев, Елена Гальперина, Сергей Рябщиков и Андрей Спиридонов. Республика.